Снова всем приветики! Так, и мы с вами готовим обед. У нас на обед, как я уже говорила, творожочек. Он уже у нас остыл. И мы туда будем вминать бананчик. Да? Да. Берем банан пополам. Вот. Тебе чуть поменьше помажу. Да, Сэн? Тебе поменьше. У тебя аллергия, что-то никак не проходит. Да, она то пройдет, пройдет, то опять появится. Да? Никак. Опять появится. Ни бананца, ни мед. Как его, ни мед тебе толком не дашь, ничего не дашь. Никак, да? Никак. Как будем? Завтра я дам. Майдис и гидрис. Да? Так, и вот такую я беру вилку. Такую плотную, вилку хорошую, добротную. И все это вилкой разминаем. Нам, кстати, очень понравилось творожок с бананом. Да, Дима? Да, Дима. Мы теперь постоянно едим банан с творогом. Или творог с бананом. Не знаю, как это будет лучше. Вот, еще мед сюда. Я себе добавляю мед. Диме, конечно, я не добавляю, потому что у него аллергия. Это появляется снова и снова. Так. И сюда. У меня, кстати, здесь мацони себе положила, а Диме положила молочко. Вот оно. Чтобы немножечко творог не был таким сухим. Да? Да. Вот. И, кстати, очень-очень вкусно. Ну, с медом, конечно, вкуснее. Можно ребенку добавить сахар. Но я всегда была против сахара, чтобы ребенку давать сушу. Лучше мед, он натуральнее. А тут теперь из-за этой аллергии, просто в непонимании, что же давать-то ребенку теперь. Из-за него аллергия, это абсолютно на все. Стало очень-очень сложно. Если я всегда была за здоровое питание, то на здоровое питание у него какая-то аллергия. А если вот съесть какую-нибудь гадость, то аллергии как-то ее нету. Как-то непонятно. Непонятно, что же был за такой вирус, после которого вышло такое осложнение. Конечно, по большому счету, нужно было все-таки нам поехать в больницу, наверное, с этим вирусом. Там бы хоть сдали анализы, лечить. Но мне не хотелось, потому что там тоже другие дети тоже с вирусами же лежат. Мы один раз лежали в больнице, Диме было месяца, наверное, 4. И после этой больницы у ребенка был такой шок. Он уже спать даже стал плохо. Там дети были постарше, мы лежали. Там детям было, по-моему, 3-4 года. И когда приходили делать прививки, уколы, то дети так сильно въезжали. Дима просто был в шоке. И то есть это делали уколы 3 раза в день. И вот эти вот визги 3 раза в день. В течение мы там пролежали, наверное, около недели с чем-то. Это был вообще просто шок. В итоге я, по-моему, просто написала по-собственному. То, что мы уходим. И все. И нас даже выпустили через задний ход. Я помню, там муж нас встречал, он еле нашел нас. И там получилось так, что мы приехали. Было осень поздняя. То есть я вообще там буквально кожаная курточка. У меня тоненькая была. Даже шапки, по-моему, толком не было. Мы сели там только в эту скорую помощь. Нас везли с мигалками. Везли даже. Хотя у Димы была температура под 40. Как раз. Не знаю, где он там его зацепил. Непонятно, откуда она там взялась, толком. Вот. Ну, везли с мигалками. То есть, ну, в машине ехали. А тут, короче, мы выходим. И это как раз был первый день снега. И я в кроссовках, в кожаной курточке, без шапки. Холодно. Там шарфа. Я даже шарф не взяла. Ребенок, слава богу, был одет тепло у меня. Я помню, побежали такси искать. Такси никак подъехать не могло. И там вообще ждали на улице очень долго. Я там, помню, замерзла вообще. Прям очень сильно. А, я там выходили через задний вход. Я помню, там темно было. И в этой темноте ребенка положить некуда. А муж там где-то все бегает, ищет. Я думала, он уже пришел. А он подошел, оказывается, не к тому входу. Там куча входов. И ребенка положить некуда. Какая-то кошка там ходит непонятная. В итоге что-то там в темноте нащупала. Положила ребенка. Давай скорее одеваться. Блин, вообще. Почему выпускают через задний, там, какой-то черный ход людей? Непонятно. Странно вообще. Прям все вот это вот. Мне вот это вот прям не нравится. И в роддоме тоже. Меня выпускали тоже через задний вход. Дима уехал у меня в больницу. Вот. А я отдельно вышла, выходила. Тоже там меня выпускать не хотели. Нет, нет. А уже муж, свекровь. Они приехали, ждут меня уже. То есть у нас фактически выписки не было даже из роддома. Хотя, конечно, уже подготовились. Все купили. И в итоге не понадобился. И продать все это в итоге было очень сложно. Все абсолютно новое, запакованное. Да? Ну вот, смотрите, такой творожок. Вот. И поэтому я, честно говоря, больницы не очень люблю. Потому что у ребенка реально был шок. Он после этого очень долго не мог нормально уснуть. После вот этих вот висковых. И там дети просто орали. Они визжали. Просто этот укол. Он все это видел. Он все это слышал три раза в день. И это был кошмар. А он сам маленький был, не понимал. То есть ему там положь его на пузико. Врач придет, укол сделает. Он даже не поймет, что случилось. То есть он вообще не плакал даже. Вот. У нас с тобой, смотри, какой. Можно сюда еще молочко добавить. Сейчас мы добавим чуть-чуть еще. Так вот. Такая вам сегодня история. Ну вот, смотри, сразу он стал пожирнее немножко. Уже капли, да, там? Да. Капли там уже, да? А, капли. Так. Тут я сейчас себе положу мед еще. Вы знаете, у меня мед хранится в разных баночках. У меня еще вот такая баночка. Она легкая, ее легко очень взять. И с нее достать, кстати, нужно будет уже доложить. Вот это я себе вот столько беру. И кладу. Диме вот я в прошлый раз дала мед. У него опять аллергия. Вот, кстати, в той больнице я когда лежала, Там вместе со мной лежала Не женщина, а девушка. У нее дочка. Она свою дочку ненавидела. Вот так вот. Периодически, знаете, вот это все вспоминаю. Думаю, жалко, что у меня не было смартфона. Не, по-моему, было. У меня планшетный был смартфон. Мне записала все это на камеру. Она так орала на своего ребенка. Это был кошмар просто. Там девочка такая хорошенькая, спокойненькая, умненькая. Не просто там хулиганистая, там бегала, там бесилась. Спокойненькая девочка. Так жалко вообще. Иногда сейчас вот вспоминаю, думаю, как бедный ребенок живет. Почему соседи не обращаются никуда? Ребенок прям вообще запугенный такой. Она ее обнимет. Ну, давайте обниму. Ну, давайте поцелую. Обнимает ребенка, а ребенок просто плакать начинает. Трясется. Ему страшно. То есть, девочке страшно плакать начинает. Блин, вообще. Почему так люди своих детей ненавидят? И потом уже перед выпиской одна девушка там тоже лежала с дочкой. спрашивает, мол, ну, что ты на нее кричишь вроде. Так же нельзя с детьми обращаться. Моги, да, она меня, говорит, бесит. Я вот все время думаю, как может бесить твой ребенок тебя. Мне непонятно это. Да, сын? Да. Скажи, Дима. Дима, скажи, а я воспитываюсь в любви. Так, а где у тебя? Этот-то коврик твой. Платюшки. А где у тебя еще один? А, вот он. У тебя сегодня какого цвета? Розовый. Правильно. Розовый. Ну, там, я считаю, ну, можно иногда ряхнуть на ребенка, но это редко, я думаю, можно. Она постоянно прям орала, орала, орала постоянно. Я, знаете, никогда не забуду такой момент, когда она посадила ребенка на горшок и просто орала на нее, чтобы она покакала. А у ребенка был запор. Ой, я тебе не ту ложку дала. А у ребенка был запор. И она не могла сходить покакать. Мне кажется, вот этот момент, когда в жизни не забуду, и ребенок сидит и просто плачет. И смотрит глазами на остальных. А другие все молчат. Она то есть орет на ребенка, но все молчат, никто ничего не может сказать. Как будто боится. Все просто сидят и смотрят на всю эту ситуацию со стороны. И, конечно, блин, это просто дико. Не знаю, может, у нее ребенок просто был нежеланный. Может быть, ей так хорошо жилось с мужем. Дима, ешь нормально, мне надо так есть. Ей хорошо жилось с мужем, а ребенок ей, может быть, мешает по жизни. Блин, я даже не знаю вот этого всего. Для меня это диковато немножко. Дай. Да. Маме дико. Дай. Что-то там упадет. Вон, видишь, ты. Ты ешь нормально. Бери ложку нормально. Дико, да? Дико. О, какая огромная. Ничего себе у тебя рот. Так, здесь вот мои. Ну, короче, мы будем кушать. Вы хотите, наверное, посмотреть, как Дима будет кушать? Ну, давайте, посмотрите. Маленький мук-банк. Мук-банк, да? По-моему, правильно так. Никак я не могу запомнить это слово. Что-то оно прямо для меня сложное. Мук-банк, да? У мамы. У Дима. Мук-банк. Да. Бунка-банка. Бинка-бунка. Карабанка. Мама Зика. Мама Зика. Мама Зика. Мама. 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 Вкусно, да? Вкусно? Ммм. С молочком у тебя творожок, да? Ммм, так вкусный Сейчас я все хоро скуплю Молодец Ты только жуй, поменьше бери А то подавишься И жуй, хорошенько все прожевывай И жуй С бананом прям вкусно, да? Буньк банк, озови буньк банк Да, Дима показывает буньк банк Мук, мук банк, да Мук, мук, буньк банк, да? Мук банк, мук банк, озови буньк банк Я даю Все? Все, все А хлеба тут? Макай, будешь хлебом? Ты как быстро съел Быстро съел, да? Отрывай давай, макай Макай, макай Продолжение следует...